Программа визита школьников из немецкого города Побратима Хемер довольно разнообразна. Делегация в городском округе Щелково остановилась на несколько дней. За это время они уже успели погостить у семей по обмену. Эта программа помогает ребятам из обеих стран ближе познакомиться с традициями, культурой и языком. И побывать сразу в нескольких знаковых для округа местах. Так, одним из пожеланий хемерцев было посетить кабинет, как у них говорится, бургомистра, и немного с ним пообщаться. Ну, я так понимаю, вопросов нет. Они, видимо, просто хотели побывать в этом кабинете. Да, да, да. Потом сфотографироваться вместе. Сфотографироваться, посмотреть, познакомиться. И познакомились, и сфотографировались, и подарками обменялись. Впрочем, такие встречи проходят регулярно. На то мы и побратимы с немецким хемером, чтобы однажды, установив отношения, поддерживать дружбу. В том числе и вот такими визитами. Конечно, хотел бы сегодня напомнить, что дружбе между городом Хемер и городом Щелково уже 26 лет. Мы вас ждем на международном фестивале спорта и искусства и, конечно же, на международную смену в лагере юно-армеец. Успели ребята посетить столицу, златоглавую Москву, а кто-то, например, этот счастливчик по имени Нуа, еще и величественный Петербург. Я была в конце недели, мне посчастливилось побывать со своими русскими друзьями в Санкт-Петербург. И это, конечно, гигантское впечатление. То есть мы побывали в Петербурге и во дворцах, принцев и принцессинг. Это такое впечатление, что перед дальнейшим мы смотрели на него, прошли по проспекту Невскому. Впечатление море. На этом яркие экскурсии, конечно, не заканчиваются. Тем более в Щелково ребята впервые. И посетить, и посмотреть у нас есть что. Ну и, конечно, какое же посещение школьниками городского округа Щелково без визита в учебное заведение. Сегодня они в гимназии и проходят увлекательный квест. Это помогает ребятам не только понять, как у нас ребята учатся в школе, но и подружиться со своими сверстниками. Приветствия на немецком, рассказ о себе и гимназии, небольшой экскурс по истории. Все это подготовили ученики для гостей. Сами хемерцы такому приему были рады, ведь для многих родная речь привычнее. Однако, как оказалось, в немецкой делегации не обошлось без русскоговорящей девушки. Это Мелани. Ее семья более 20 лет назад уехала в Германию. В городе Хемер Мелани давно чувствует себя как дома. Любит эту страну, однако русская речь напоминает о корнях и культуре родины. Первый язык, который я научилась, это был русский. Я начала говорить по-русски, потом как-то научилась немецкий, и уже потом как-то русский и немецкий был. Мне очень нравится Россия, такая культура хорошая, мне так нравится. Если мы где-то в концерте или что-то там, где все русские, мне тоже так всегда удобно, что что-то не знаю почему. Как для Мелани, так и для всех ребят из Хемера. Эта поездка, надеемся, станет не последней, ведь дружить намного приятнее, чем враждовать. А уж если наши города объединили по-братимские отношения, то языковой барьер теперь уже точно не помеха. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.